Шьем вагонку, в общем, и что вот у нас из инструмента? Значит, гвозди, добойник, широкая стамеска, какие-то либо кусачки, либо плоскогубцы, бокорезы, пофигу, потому что иногда бывает гвоздь загибается, его надо вынимать. Вот не те, которые идут в паз, а вот особенно, которые боковые. Там на сучок попал, или на предыдущий шуруп, или там еще на что-то. И, соответственно, их по-любому надо аккуратненько вытянуть. Ну и молоток. Молоток желательно, конечно, вот такой небольшой, легенький, чтобы он был удобный. Бывают еще, я вот где-то видел на вот этой вот стороне ручки магнит внутри, то есть можно прям гвоздики туда прилепить, но мне кажется, очень удобно было бы. Хотя хрен знает. Ну и, соответственно, вот сам молоток должен, желательно, чтобы он был не крашеный, либо никелированный, хромированный, ну что-то вот какое-то покрытие, но не краска. Почему? Потому что бывает так, что когда, особенно у стены, чуть махнешь и молотком по стене, и получается прям вот чернота, краска на стенке остается, придется потом зашлифовывать. Вот у меня, видите, он довольно-таки уже вот такой потертый, хотя стараюсь аккуратно, но все равно понятно, что бывает так, что попадаешь. Поэтому вот, ну а вот был у меня до этого никелированный, шикарный, конечно, молоток, следов не оставляет. Квадратный, круглый, пофигу, кому как удобнее. Мне вот удобнее квадратный, почему, не знаю. И, соответственно, дальше вот поставили вагонку, один угол воткнули, чтобы паз, шип вошел в паз, потом протянули, воткнули, все, она у нас держится. Ставили гвоздик, чуть наживили, потом рукой прижали, а второй забиваем. Добили до дерева, вставили добойник и добили добойником. Значит, добойником добиваем до конца, прям до самого конца, чтобы гвоздик не торчал, потому что если он будет торчать, потом новый шип в него упрется и будет мешать, нехорошо. Плюс держаться будет хуже. А если сильно ударим, то понятно, что добойник тонкий, дерево тут миллиметра 4-5, то тоже может пробить. Поэтому вот как бы силы свои рассчитываем, чтобы четко его прям утопить заподлицо, и чтобы он там у нас держался. Потому что понятно, что когда вот мы края пришиваем насквозь, то тут вагонки где-то, ну, там миллиметров 10-12, оно держится более-менее. А когда бьем в паз, то здесь миллиметра 4. И, конечно, дерево тонкое, поэтому вот, ну, аккуратно вот с этими вот, всеми манипуляциями. Кто-то боится как бы вот шить так в пазы. Ну, ничего страшного, тут ничего сложного. Главное приноровиться, выставить вот этот угол, самое главное, чтобы гвоздь у нас забивался, доску не ломал. Если кто-то первый раз, просто напилите там несколько обрезков и потренируйтесь. Когда у вас уже рука встанет вот в этот угол, уже будет просто и на автомате. Ничего сложного, ничего проблематичного. Поэтому не надо бояться. Вагонка сама вас боится. Так что вперед и с песней, с улюлюканьем, гиканьем, танцами с бубном и так далее. Ну и, соответственно, здесь вот подошли вот так вот сюда. Дальше нам вот чуть-чуть не хватило, поэтому вдоль вагонку распускаем, пришиваем и дальше уже у нас пойдет горизонталь. Там, естественно, вот это закроется раскладкой. Внизу закрывать не будем, потому что встало довольно-таки хорошо. Прям вот шипик на брус. Ну, мне кажется, тут вот будет лишняя какая-то раскладка или там плинтус или еще что-то. Поэтому явно оставим, вот внизу оставим так. А вверху, конечно, это все закроется. И когда шьем какие-то большие плоскости, особенно внизу там площадь 4 на 7, поэтому всегда вот первую вагонку пришили ровно, аккуратно, прям по стенке, в углы, в уровни и так далее. Полметра прошили, расстояние по двум углам промерили. Оно должно быть абсолютно одинаковым. Еще полметра прошли, опять промерили. Не ленитесь это делать, потому что можно упустить. Один угол пойдет больше. И потом, когда вы придете к стене, к конечной, у вас получится там, например, 3 сантиметра, а там 10 сантиметров. И получится такой клин, который будет явно виден. И поэтому, когда вот промерили, например, там боб, ушли на 3 миллиметра. Соответственно, чуть-чуть вагонку подтягиваем. Там, где надо. Если большое расстояние уже упустили, там, сантиметр, например, то не в один заход как бы разгоняем, а в несколько. То есть, миллиметра по два, по три на каждую вагонку аккуратненько вот так вот расставляем. Потому что широкий отступ тоже, он будет явно виден и некрасивый. И потом она, если рассохнется, то вообще может вылететь. Поэтому тоже вот как бы не ленимся. И все стараемся делать аккуратно. Ну и как-то так вот. Как-то так вот зашиваем. В общем-то, ничего сложного. Не бойтесь. Все у вас получится. Ну, как-то так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok